Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Работал... Кочегаром... Вахтером... Лифтером... Последняя у меня была работа... Это я был ночной сторож в доме композитора... Это же не характерный тип коллекционера... Потому что... Коллекционера два основных типа... Это, во-первых, человек, который имеет деньги... Коллекционер меценант... У нас в то время говорили, что... Чем коллекционер отличается от спекулянта... Коллекционер... Спекулянту остаются худшие вещи... На которые никто не покупать не хочет... Коллекционер оставляет себя лучше... Коллекции они очень легко распадаются Поэтому Такую мысль Работы которые Если бы я их покупал Может я бы и продавал Поскольку я их не покупал То как-то у меня совесть не позволяла их продавать Вот так поэтому Поэтому коллекция осталась Если бы я что-нибудь продавал То ее бы просто не было Даже нет моей большой заслуги Что она собралась Я никогда не просил ни у кого Ни одной картины Мне предлагали Всегда сами в подарок Я даже старался Никогда не выбирать сам А я говорил что ты предлагаешь Ты сам выбери что ты хочешь Вот это основной зал Можно сказать Здесь такое как бы ядро шестидесятников Здесь вот прямо идти Борис Свешников Рабин Вечтомов Вейсберг Харитонов Немухин Мастеркова Рухин Лавинский Слепышев Он неизвестного работает Владимир Яков Слава Калинина Операция Врачи приехали Сделали разрез А потом пошли водку пить А про больного забыли Он так и остался лишать разреза Борис Козлов Лев Крапиуни Были какие-то частные покупатели Это наши какие-нибудь там Актеры, музыканты Ученые Но их было очень-очень мало И на это прожить было нельзя А потом появилось Какие-то иностранные дипломаты Начали покупать уже Где-то во второй половине шестидесятых годов Это все-таки обеспечивал Но это цены же были Сувенирные цены То есть цены за картины Были для того времени даже смешны Некоторые иностранцы Купил работу И потом Говорили, что им стыдно Что они грабят русских художников У Рухина Холст стоил там 20 долларов У Рабина там 50 долларов Жить на это было очень трудно А вот если так говорить Я даже никогда особо не думал Что я собираю коллекцию Это была просто жизнь Прожитая с художниками И естественно было Что они дарили картину Я как-то Как ценность материальную Я ее никогда особо не оценивал Вот было предложение Одно небольшое Отдать 200 лучших работ За миллион долларов Для корпоративной коллекции Это было предложение лет 7-8 назад Но я отказался Зовите меня просто Это художник Который сейчас выставлен У нас в музее Лев Сигирев Провинциальный художник А это Коля Вечтон Один из таких Уже сейчас Зубров Можно тебя Представить Вот Сальников Очень интересный художник Спасибо Да Все машина Областная Да До новых встреч Продолжение следует...